Всем привет. Меня зовут Максим. Немножко о себе. Доклад уже представили. Я учусь в Caltech, работаю в Samsung AI в Base Group и параллельно занимаюсь опенсорс-разработкой проекта PyMC3 и PyMC4 и немножко риммановой оптимизации в Geopt. Меня можно найти в Telegram, в Slack и на GitHub. Ники немножко различаются. Ну хорошо. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте вспомним, что такое байсовский вывод, что это такое. И, наверное, всем хорошо известна формула байса. Давайте разберемся, что конкретно значит каждое из распределений в этой формуле. Представьте, что вы начали решать какую-то задачу. Например, оцениваете зависимость спроса от цены. Вы, наверное, знаете, что вы работаете с каким-то продуктом. И, наверное, этот продукт нормальный. Значит, зависимость спроса от цены, скорее всего, будет отрицательная. Ну, наверное, вы предполагаете, что сильно отрицательная эта зависимость быть не может. Может, есть какие-то более-менее допустимые значения. И положительная она быть не может. То есть у вас появляется какой-то более-менее набор адекватных значений для коэффициентов регрессии. Это и будет ваше априорное распределение. Потом вы идете к ящику с данными. Это красное распределение. Делаете SQL-запрос и пытаетесь оценить модель. И если бы мы были фреквентистами, мы бы выбрали тот набор параметров регрессии, который бы наилучшим образом наши данные объяснял. Но что, если данных мало? Как быть? Наши теоремы для линейных регрессий работают, если данных действительно много. Так вот, байсовский вывод позволяет учесть те знания, которые вы имеете на момент оценки модели. И апостерерное распределение, которое вы получаете в процессе вывода, будет учитывать как ваши знания, так и то, что вам говорят данные. Ну и немножко за кадром осталось синее распределение. Это evidence или обоснованность. Оно помогает ответить на вопрос, а насколько адекватную модель мы вообще выбрали. Так, что в итоге? Байсовский вывод предложит вам элегантный способ ваши знания инкорпорировать в модель. Более того, вы сможете работать с небольшим количеством данных и не нуждаться в пи-тестах и всяких стат-тестах, зачем они вообще нужны. Все, что вам надо, это апостерерное распределение. Красота. И как мы проводили исследования в нашей команде по AMC, байсовский вывод используют практически в достаточно многих областях. Это финансы, там оценивается риск, оценивается доходность активов, стратегий. В музыкальном стриминге делаются индивидуальные рекомендации, або тестируются рекомендательные системы. То же самое делается в e-commerce в Salesforce. В астрономии люди делают красивые графики черных дыр, определяют траектории космических объектов, решают стахастические дифференциальные уравнения. И в биологии люди исследуют распространение эпидемий, тоже решают дифферы. В медицине исследуется эффективность работы лекарств, потому что данных там действительно мало, и риск, который мы принимаем на себя, очень важен. И еще очень много мест, где это применяется. Некоторые мы затронем в самом конце презентации. Но сначала давайте с игрушечных примеров. Монетка. Значит, вы можете взять монетку, но вы можете сделать это в разных местах. Например, вы придете в Центробанк, возьмете 2 рубля, и, наверное, монетка, которую вы там взяли, она честная, и с ней все будет хорошо. Но если вы придете в Бруклин, в какой-то переулок, и попросите у странного человека монетку, и попробуете ее подкинуть, вы вряд ли будете настолько уверены, что она честная. Давайте разберемся с этим получше. Мы пришли в Центробанк, взяли монетку, более-менее уверены, что она честная. Это зелененькое распределение. Но не до конца. Подкинули ее 20 раз, увидели 12 орлов. Отлично. Наши гипотезы подтвердились. Монетка честная. И мы получили посторонное распределение, которое говорит, какая же вероятность выпадения орла у этой монетки. Если бы мы пытались это сделать в питоне, например, в пакете по mc3, мы бы получили практически прямую трансляцию того, что написано на бумаге, на блокноте, где угодно, в формулах, сразу в питоновский код. Достаточно элегантно. Хорошо, разобрались с этим случаем. Наши гипотезы подтвердились, а посторонное распределение сконцентрировано. Пойдем в Бурклин. Там мы, значит, взяли монетку и сомневаемся в ее честности. Это выражается в том, что наше априорное распределение скошено в сторону того, что, наверное, орлов нам не попадет. Вот подкинули, получили тот же самый результат. Но наша уверенность в том, что монетка честная уже не такая сильная, как в предыдущем случае, поскольку у нас были априорные знания о том, что мы пришли в Бруклин подбрасывать здесь какую-то монетку странную. Нам здесь помогает бета-распределение и его коэффициенты альфа и бета. В этом случае они равны единице и пятерке. И пятерка скашивает наше априорное распределение в сторону неисчестных монеток. Ну, эти базовые случаи, наверное, скучны, неинтересны. Давайте добавим немножко соли. И что, если мы много раз подкинули монетку, получили много трайлов и получили немножко больше набора данных? И это называется иерархической моделью, когда мы пытаемся ответить на вопрос, общий для всех наблюдений. В данном конкретном случае мы будем пытаться ответить на вопрос, а насколько часто нам попадалась нечестная монетка? И нам помогут здесь так называемые гипераприорные распределения, параметры на априорное распределение. Как я упоминал, в бета-распределении важны параметры альфа и бета. Здесь я их обозначил за лямбда-девил и лямбда-энджел. Если параметры бета-распределения симметричны, мы получим честную монетку. Если асимметричны, нечестны. И вот мы будем из этого распределения сэмплировать честные или нечестные монетки. Мы записали это в питоне, попытались оценить модель, но как? Пока что я не освещал вопрос, как же оцениваются байсовские модели. Существует два более-менее признанных и известных подхода. Это Markov Chain Monte Carlo и вариационный вывод. С помощью Markov Chain вы можете получить точное апостерерное распределение, можно на него молиться. К сожалению, это нельзя сделать с помощью вариационного вывода задешево. Поэтому общий рецепт такой. Вы берете Markov Chain Monte Carlo, пускаете его, ждете немножко. Может быть, вы подождете немножко дольше, ждите еще. Если вы не можете ждать, спешите. Попробуйте вариационный вывод. Но, как я и говорил, это не гарантирует вам точное апостеререрное распределение. Не расстраивайтесь. Вариационный вывод будет работать в 99,9% случаев. Вы это все можете делать в питоне, в библиотеке по MC3. Мы предоставляем набор гиперпараметров, которые подобраны с многолетним опытом, чтобы ответить наибольшему количеству ваших пожеланий и кейсов. То же самое с варвыводом. Все подбирается автоматически за вас. Если вы используете гиперпараметры, у вас модель немножко сложная. Ну, бывает. А если все еще не работает, вы можете обратиться на форум, попросить совета. Мы с радостью ответим, он очень активный. Отлично. Мы получили нашу марковскую цепочку. Ее можно нарисовать на графике. Этот график будет давать вам в первом приближении то, что вы получили на выходе. Оценки параметров, их распределение, сконцентрированность. С ними можно играться, строить их на отдельных графиках, используя trace объект как словарик, который возвращает по ключу numpy array сэмплов конкретного параметра из-за постирования распределения. И вот мы видим. Альфа и бета различаются. И бета-коэффициент сильно правее, чем альфа. Наверное, у нас на распределении было скошное. Давайте немножко усовершенствуем наш график. И построим, какие же мы ожидаем бета-распределения, из которых мы получали монетки. Действительно, оно скошено. И если вспомнить наши данные, у нас было аж два случая, когда мы не получили ни одного орла. Это мы можем легко проиллюстрировать распределением, из которого мы получали эти монетки. Супер. Давайте перейдем к самой интересной, наверное, части доклада про кейсы. Их достаточно много. Наверное, по всем я точно не успею пройтись, но какие-то самые важные я застрону. помните абетестирование? И вам, наверное, кто вообще делает абетестирование? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто хоть раз делал в своей жизни абетесты и считал эти статистики? Ну, примерно 30% или 20% аудитории. Не так мало. Так вот, есть байсовское абетестирование. И давайте разберемся, что это такое. Вот вы считаете пи-значение в абетесте. И когда пи-значение меньше, чем 0,05, вы говорите, ой, все, надо останавливаться и дальше не проводить абетестирование. Наша выборка достаточно большая, чтобы подтвердить или провернуть какую-то гипотезу. Но что мы видим? Вот видите, смотрите, здесь нарисовано, например, CTR. И вот мы выбираем, в одном эксперименте у нас CTR был примерно 0,5, а в другом CTR примерно 0,6. Ну, с такой большой дисперсией, которую мы оценили. При этом пи-значение, которое мы считаем, не позволяет сказать, действительно ли больше во втором случае среднее. Можем ли мы этим пользоваться? В общем, гипотеза нулевая не будет отвергнута, и мы будем грустить и дальше проводить АБ-тест. Ну, да, бывает. Дальше, если посмотреть, приводили мы очень много трайлов, взаимодействовали с юзерами, это достаточно дорого, и увидели, что разница между средними 0,01. Достаточно маленькая и незначительная, как в первом случае. При этом из-за того, что я правильно подобрал распределение, у меня не изменилось пи-значение. Что достаточно странно. Вроде бы случаи различаются достаточно кардинально. В первом случае мы уже сразу готовы сказать, что давайте остановимся и выберем красненькое, оно нам подходит. А в втором случае мы еще сомневаемся, но с такой же уверенностью. Ну, или вообще абсурд, когда распределение отличается на чуть-чуть, а пи-значение уже почти готово нам сказать, что выбери уже какой-то из них. Давайте перейдем к байсовскому фреймворку. Нам предстоит выбрать из двух моделей, А и Б. И мы хотим оценить, какой CTR у модели А и модели Б. И пытаемся сделать это наиболее адекватным способом. Что нам этот CTR вообще дает? Он нам дает какую-то прибыль с рекламы, от профита с пользователя. В общем, мы, наверное, можем задать какой-то более-менее лосс на то, что будет, если мы примем модель А вместо модели Б. В общем, если модель А, которую мы отвергли, была на самом деле лучше, чем модель Б, мы потеряем в нашей прибыли. Это будет наш лосс. То же самое наоборот. Если модель Б была лучше, но мы ее отвергли, мы что-то потеряли, какую-то денежку. Здесь для простоты мы просто берем разницу утери CTR, но ее можно переводить в денежный эквивалент. Теперь, заметьте, лосс зависит от того, насколько велика разница в отличие от пивалью. Если мы в предыдущем примере при одинаковой пивалью имели разное значение разницы, здесь уже мы будем явно видеть, насколько мы в деньгах теряем. Что нам интересно? Нам интересно, каково вам это ожидание нашей потери. Мы оценили альфу, бету, они там разные. И давайте для всех возможных сценариев посмотрим, сколько мы теряем в среднем. Мы усреднили наши убытки для модели А, для модели Б и сравнили. И перейдем к самому сравнению. В первом случае мы видим, что если мы отвергнем модель Б, то у нас будет принята модель А. И лосс у нас будет 0,122. Очень много по CTR, и, наверное, в этом небольшой мозговик. Но если мы выберем именно модель Б, наш лосс будет аж в 10 раз меньше. Кажется, это значительная величина. Перейдем ко второму случаю. Здесь уже значение разницы лоссов не такое значительное, не так велико. И бывшие для нас одинаковые случаи уже качественно различаются. Как в значении разницы лосса, так и в нашей готовности принять одну или вторую модель. С последним случаем более-менее все очевидно. Если мы принимаем модель Б, которая по понятным причинам и по P-тесту, и вот так, она выигрывает, у нее маленький лосс. Вот. Что мы заметили? Мы не нуждались вообще в понятии P-value, когда принимали решение о том, какую же модель принять. В первом случае мы однозначно выбираем B, а во вторых случаях смотрим, насколько же велика и допустима то изменение CTR, которое мы допускаем. Вот. Отлично. Двигаемся дальше. Какова вероятность того, что, приводя эксперимент, вы получите CTR, равный 0.9 или 0.99? Такое вообще бывает? Или 0.8? А может, 0? Может, вообще никакой юзер не перейдет по ссылке? Ну, мир реален. Наверное, CTR — это какое-то небольшое значение, и вы знаете адекватные пределы вашего CTR. Почему бы не использовать это знание? Это использование называется информативные прайеры. И оно позволяет вам быстрее закончить эксперимент. Вместо того, чтобы начинать с предположения о том, что наш CTR находится в произвольном значении, даже единицы, вы начинаете с вашего небольшого радиуса, которому вы реально доверяете. Это могла быть CTR вашей предыдущей модели, да что угодно. Или агрегация по всем предыдущим экспериментам. Наверное, это знание более-менее присутствует в команде, и можно найти адекватное распределение, которое описывает гипотезу. Это позволит вам чаще иторироваться по экспериментам, принимать изменения, которые улучшают, инкрементируют результат прибыльности вашего алгоритма или модели. Вы принимаете небольшие изменения, для которых вам требовалось огромное количество экспериментов в случае с фреквентистским подходом. И вам не надо так часто мониторить эксперименты, потому что вы не встречаетесь с парадоксом, когда вы можете завершить его раньше, а пивали вам этого не позволяет. Один совет. Не стоит использовать очень уверенных априорных распределений, которые сконцентрированы в каком-то конкретном CTR, поскольку данных, которые должны его побороть, нужно достаточно много. Лучше выбирать немножко пессимистичную оценку по CTR предлагаемой альтернативы, чтобы данные убеждали нас в том, что наша пессимистичность не оправдана. Ну и лосс можно выбрать немножко более адекватным. Если у вас есть какие-то издержки на внедрение модели, вы можете заложить их в денежном эквиваленте в лосс и сказать, что мы должны улучшить модель B аж на дельту, чтобы принять ее в продакшн. Тогда у вас получается асимметричный лосс между гипотезами. Это помогает вам взвешенно принять решение. Ну и да, когда вы презентуете результат начальству, неплохо бы перевести этот лосс в денежный эквивалент и говорить, ну вот принимая эту модель, мы в среднем выиграем на 100 долларов или 1000 долларов. Это тот язык, на котором вас, наверное, поймут. С этим закончили. Давайте раздавим следующий кейс. Он связан с портфельной теорией в финансах, в хедж-фонде, где мне довелось стажироваться. Небольшая предыстория. Это компания Quantopian. Она занимается торговыми стратегиями и агрегирует их со всего мира. У нее есть платформа, на которой регистрируется очень-очень много людей, и они пишут алгоритмы и субмитят их на платформу. Почти как Kaggle, только для финансов. Может, кто-то слышал World Quant, Alpha, вот это все. Это аналог стартап, который занимается Data Science в этой области. Алгоритмов, которые они собрали, более 700 тысяч на момент, когда я стажировался там. И люди, когда пишут алгоритмы, конечно же, оверфитят на лидерборд. Им приятно, что они первые. Но действительно ли хорошо оверфитит для бизнеса? Наверное, не очень. Для людей это нормально. Более того, данные с торговых платформ меняются, у нас появляются новости. Старые оценки можно выкинуть через год. Ну, не очень приятно. У нас тут не очень большой набор данных, с которыми реально можно работать и которым можно верить. Как соединить то знание, что юзеры обучались на одном периоде, нам доступен другой, на котором мы валидировались. И составить такую модель, которая работала бы действительно хорошо и эффективно, поворола бы хотя бы бейзлайн. Ключевой идеей, которая использовалась в продакшене, это была модель стахастического временного процесса, у которого меняется волатильность. И волатильность, и доходность моделировалась с помощью гауссовского процесса, который очень гибкий и позволяет учесть временные изменения. И добавлялся структурный сдвиг в тот момент, когда пользователь сабмитил, что он не видел будущие данные. И модель оценивалась на двух периодах взаимосвязанно, как на до и на после. После того, как мы оценили модель, можно перейти к тому, что у нас появилась возможность моделировать поведение какой-то торговой стратегии. И моделируя поведение, множество стратегий, мы можем выбрать взвешенную комбинацию тех стратегий, которые в мотожидании дают больше всего прибыли и больше коэффициент шарпа. Итогом было то, что на валидации против стандартной модели марковица байсовская модель действительно давала значительный прирост на случайных сабсэмплах торговых стратегий. Вот примерно так выглядит модель стахарстической волатильности. Достаточно красиво. Следующий пример, который мы разберем, связан с supply chain. это цепочка поставок каких-то продукций, переработка, создание продукта и потом уже доставка их к конечному пользователю. Что у нас есть? У нас есть 2019 год, уже вышла какая-то там версия по MC и она занимается производством ракет. Недаром же у нас такой логотип. И мы отправляем эти ракеты на Марс. У нас есть поставщики, которые выступают со стороны спроса и они как-то с нами взаимодействуют. Подоставляют нам детали, из которых мы собираем ракеты. Они не все качественные. С некоторыми поставщиками мы не так долго работали, мало о них знаем. И примерно такой картиной мы обладаем момент принятия решения. Мы работали с первым поставщиком много, уверены в нем, только одна ракета не взлетела. Со вторым поставщиком мы так чуть-чуть взаимодействовали, не сложилось. С последним поставщиком начали взаимодействовать, видим, что вот все хорошо. А еще у них различается цена. Вот блин, у первого поставщика самая большая цена. Второй поставщик демпит весь рынок и предлагает почти по бесценку все материалы. Но ракеты падают. И третий более-менее какие-то средние условия предлагает, забьем на него. И еще у нас есть спрос, который как-то меняется. Ну, в среднем он там 100 ракет в месяц. Хорошо. Но мы не уверены, какой спрос будет в следующем году. Пытаемся его тоже оценить. Что нам со всем этим делать? У нас есть какие-то издержки по хранению запчастей, если мы не удовлетворили спрос. У нас есть прибыль от того, что мы продали ракеты, но мы не можем их продать больше, чем требуется на рынке. Нам надо как-то это все взвесить. Что делать? Давайте рассмотрим все возможные варианты мира. И если мы будем использовать фреквентистский подход, то он будет очень сильно уверен во втором поставщике, который будет ломать ракеты, и мы не будем с них получать прибыли. А байсовский подход даст взвешенную оценку и в моделируемой ситуации даст действительно больший прирост по нашей прибыли. Вроде как приятно. что следует зачерпнуть для себя из байсовского подхода? Вы можете использовать свои знания предметной области очень эффективно. И можете саппортить им свои решения и сделать их более итеративными и быстрыми в случае обеттестирования. Вы можете принимать во внимание неопределенность. И в случае с supply chain или портфельной теорией относиться к риску осторожно. И не доверять неизвестности черным лебедям и whatever. Ну и это помогает вам дисциплинироваться и разбираться в данных гораздо глубже, чем это можно сделать с помощью fitpredict. Есть один недостаток. Он достаточно большой. Вам надо понимать, с чем вы работаете. Вы не можете применить это как black box к каким-то задачам, в которых вы нифига не смыслите и не знаете, что происходит. Тогда, наверное, fitpredict — это то, что вам надо. Но если вы действительно хотите разобраться в предмете и принимать взвешенные решения и объяснять, почему они такие, стоит обратить внимание на BIOS-овский подход. Спасибо. Вопросы? Да. Теперь время вопросов. Спасибо за доклад. На самом деле, хотелось бы узнать вот про остальные еще фреймворки, кроме PMC3. То есть почему именно PMC3? Что вы можете сказать про там Pyro, PyStand, что-то такое. И второй вопрос — это будущее. То есть, скажем, PMC4, какая у него роль, там TensorFlow probability, вот это вот. Что с этим будет? Спасибо. Первый вопрос был про фреймворки. И да, действительно, существует целый зоопарк биотикой прекрасного программирования. Например, Pyro. Мое личное мнение, что интерфейс там не очень интуитивный. Вы не можете с легкостью транслировать вашу блокнотчистую запись в код. Там какие-то трюки приходится делать с синтаксисом и API. Со станом есть проблема, что приходится адаптировать свой workflow к их спецификации модели. Они работают с текстовым определением модели в виде JSON-файлов и дополнение приходится писать к ним на плюсах. Если вы какие-то операции делаете, пишете свой ODE, то вам приходится разбираться с плюсовым кодом. В питоне вы можете, по крайней мере, в TIANA написать свой TIANA-OP и задешево использовать ODE-шки. Есть еще Эдвард. Эдвард мертв. Его Dustin Tran уже давно не разрабатывает. Что еще было? Ну, более-менее известных все. Будущее по MC4 у нас видение такое, что мы хотим как можно меньше привязываться к фреймворку и я принимаю непосредственное участие в разработке по MC4. Преимуществом, которое мы первым видим для себя на TensorFlow, это то, что они готовы предложить поддержку сэмплирования multiple chains. То есть, когда вы Markov Chain пускаете на 256 параллельно раз. Это позволяет лучше делать covariance estimation и адаптивно подбирать step size и tree length в NATS или других алгоритмах. Но также мы не хотим сильно завязываться на TensorFlow probability, который все это предлагает. Мы активно с ними взаимодействуем. И уже две встречи было в Лондоне и в Монреале, где мы лично встречали и обсуждали технические вопросы. Спасибо за доклад. У меня вот такой вопрос. BICE фреймворк конечно хорошо, но во времена больших данных хотелось бы не думать уже о вашей проблеме, твоей проблеме и не составлять эту функцию правдоподобия руками модель, а просто взять данные и какую-то составленную функцию риска и составить и получить хорошую постелерную распределение. Какие вообще направления во фреймворках текущих в эту сторону есть? Это интересный вопрос. Вот зависимость между данными она не берется из воздуха. И вот вероятностная модель, которая с помощью спецификации задается это какой-то асайклик директ граф. Как его получить? Ну наверное можно выучить из данных. К сожалению, есть теоретические работы, которые не позволяют это сделать и можно выучить только какой-то класс эквивалентности графов, которые могут объяснять зависимости в данных. И какой из этих графов выбрать не такой легкий вопрос. И не такой легкий вопрос, как эти графы получить. Что-то подобное делается в bias DB от команды стан. Но я не часто слышу, что оно где-то активно используется. если данных много, то базовские оценки стремятся к оценкам максимального правдоподобия. Тут проблем не возникает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...